Привет, друзья! С вами вновь Роман, эксперт и испытатель электротранспорта. Вы смотрите видеообзор электросамокатов 2020 года, моделей KUGA S1 и моделей KUGA X1. Рассмотрим их параметры, технические характеристики и проведем замер скорости во время тест-драйва. Спасибо магазину Гироскутер Шоп за предоставленные модели для нашего обзора. Ребята дают технику, чтобы вы первыми могли узнавать о новинках на рынке электротранспорта. Электросамокат KUGA S1 от завода G-Long появился на российском рынке в первой половине 2020 года и сразу же удивил своим ярким дизайном, надежностью конструкции и низкой ценовой политикой. Но давайте обо всем по порядку и по привычке начнем с элементов управления. Сверху на руле расположены два рычага. Слева рычаг рекуперативного тормоза при помощи мотор-колеса. Справа рычаг акселератора, то есть отвечает за старт поездки. По центру находится всего одна кнопка, при помощи которой происходит включение питания и управление дополнительным функционалом. Первое. Длительное нажатие кнопки включает и выключает транспортное средство. Второе. Быстрое единоразовое нажатие позволяет переключать скоростные режимы с первого по третий. Третье. Двойной клик отвечает за включение и выключение штатной фары. Четвертое. Тройным кликом происходит выбор единиц измерения спидометра в километрах или миличасах. Отображаемые показатели ЖК-панели в режиме реального времени. Скорость, уровень заряда батареи, значок Bluetooth при работе через приложение, значок включения световых приборов, значок неисправности транспортного средства, выбранный скоростной режим, значок температуры контроллера и выбранный показатель единиц измерения скорости. Дополнительно электросамокат оборудован автоматическим стоп-сигналом, который срабатывает в случае рекуперативного торможения. Однако на случай экстренной остановки предусмотрен также и классический тормоз с задним крылом. Собственный вес Куга С1 составляет всего 12,5 кг, так что с ним справится даже девушка. А максимально допустимая нагрузка аж до 100 кг включительно. Габариты в сложенном и разложенном положении вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Клиренс электросамоката составляет 8,5 см. Обратите внимание, что самокат предназначен для ровного асфальта и велосипедных дорожек. Здесь установлены 8-дюймовые цельнорезиновые колеса, которые невозможно проколоть. Постоянно кататься по плитке на данном самокате я не советую, хотя короткие участки неровной дороги можно преодолевать без проблем. А теперь замерим реальную максимальную скорость электросамоката. Мой вес 97 кг. В деке Куга С1 установлен 36-вольтовый литий-ионный аккумулятор на 6 Ач. И дальность поездки по заявлению производителя достигает 25 км. Логично, что такой показатель возможен при соблюдении идеальных условий поездки, которые вы сейчас видите на экране. Мощность мотор-колеса Куга С1 составляет 350 ватт и позволяет разгонять электросамокат до вполне реальных 25 км в час. Ну вот вижу 25 км по бортовому и 24 км с лишним по GPS. Да, 24 км он скачет. Сейчас посмотрим, что он сможет выжить еще побольше. Ну-ка. Встречный ветер. Ребят, мне мешает сейчас встречный ветер. Не сильный, но он есть. Кстати, сразу могу сказать, что касается комфорта поездки. Ребят, ну не все так плохо, но и не все прям шикарно. Логично, нет амортизаторов. Цельнорезиновые колеса. Да, они, конечно, перфорированные. Они смягчают удары по плитке, под которую я еду. Но я не скажу, что это прям супер. Ну, вполне терпимо, так сказать. Комфорт на уровне на троечку. Вот так вот. Ехать можно. Так, скорость вижу по GPS 25. Быстрее пока разгоняться, разогнаться не получается. Ну, в общем, стабильно. Как показывает бортовой компьютер, точно так же показывает и GPS 25 км в час. Да и нормально, в принципе. Для городских условий вполне. Нет, значит, максимальная скорость 25 км 700. Ну, в общем, 25,7. Почти 26 км в час. Тут даже не знаю, в какую сторону округлить. Пусть будет 25,5, если хотите так. А можно и 26. Будь райдер чуть полегче, наверняка разогнал скупу быстрее, чем я. В общем, скорость даже чуть выше, чем заявляет производитель. При условии ровной дороги, да и учитываем нагрузку, которую я на нем сверху. Почти 100 кг. 97 я вешу, на мне сейчас плюс еще рюкзак. Нормальная скорость, нормальная. Вполне. Управление разными настройками и дополнительными функциями возможно через бесплатное фирменное приложение. Считываем QR-код с рулевой колонки, скачиваем и пользуемся в свое удовольствие. В приложении доступно отслеживание скорости, уровня заряда батареи и собственного маршута. Возможно переключение скоростных режимов, включение и выключение световых приборов. Также доступно включение круиз-контроля, выбор режима старта, с места или только после толчка ногой. А также всегда можно проверить работоспособность основных элементов системы. Таблицы технических характеристик и цена электросамоката KUGA S1 на момент съемки видеоролика на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Электросамокат KUGA X1 от завода Geelong также является новинкой на рынке в 2020 году. По внешнему виду напоминает давно знакомый всем Starway, Speedway, Maxpeed и даже Curus. И в этом нет ничего удивительного. Дело в том, что вышеперечисленные модели имеют проверенный конструктив относительно сочетания оптимальных возможностей и технических характеристик. Я протестировал почти все модели подобного рода и большинством из них остался доволен. Так давайте же посмотрим, что нам предлагает KUGA от завода Geelong. Начнем с элементов управления. С левой стороны руля рычаг заднего барабанного тормоза. С правой стороны курок акселератора с полноценным бортовым компьютером. Включение производится удержанием кнопки питания. Показатели ЖК-дисплея. Выбранный скоростной режим, спидометр, пробег электросамоката и индикатор заряда батареи. Единоразовое нажатие на кнопку включения позволяет просмотреть общий пробег за всю историю жизни электросамоката, пробег с момента включения и вольтаж батареи. Единоразовое нажатие на кнопку Mode отвечает за переключение скоростных режимов с первого по третий. В случае длительного удержания кнопки Mode производится включение всех габаритных огней транспортного средства. Вход в режим настроек производится одновременным удержанием кнопки включения и кнопки Mode. Таблицу настроек всех параметров бортового компьютера KUGA X1 вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Коды возможных ошибок я также вывожу на экран. Воспользуйтесь в случае необходимости. Собственный вес KUGA X1 не превышает 19 кг. Обратите внимание, на самокате появилась удобная ручка-хвостовик, которая служит упором для ноги райдера. Максимальная нагрузка, заявленная производителем, может достигать 120 кг. Для удобства транспортировки электросамокат имеет складной механизм в основании рулевой стойки. Также существует возможность сложения грипс. Они фиксируются при помощи муфт на винтовой резьбе. Кстати, самокат в сложенном положении не встает на землю, а имеет специальные подножки-пукли. Вы не ослышались, эти подножки правильно называются пуклями. Габариты электросамоката в сложенном и разложенном положении, а также клиренс, вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Клиренс KUGA X1 составляет 11 см до пуклей. Что касается комфорта поездки, здесь полный порядок. Переднее колесо накачиваемое и в дополнение имеется пружинный амортизатор на рулевой стойке. Заднее колесо цельно-резиновое и смягчают какие бы то ни было удары двойные закрытые амортизаторы по типу маятника. Мне с весом 97 кг еще ни разу не удалось пробить задние амортизаторы до удара. На GPS 43,9 было. 44 на GPS. На бортовом 47. Нормально. Очень шустро и бодро. 48 бортовой, 51 бортовой. 39 GPS. 40 GPS. 42 GPS. 43,6. Ну, в общем, до 44 он разгоняется по GPS. 47 на бортовом. Расхождение, ну, небольшое, я вижу. 43, да, 44 опять GPS. 44,4. Ну, в общем, погрешность это 3-5 км в час. Мощность заднего мотор-колеса KUGA X1 составляет 600 Вт и позволяет разгонять электросамокат до 45 км в час по ровной дороге. В деке установлен 42-х вольтовый литий-ионный аккумулятор на 13 Ач и, по заявлению производителя, позволит проехать до 45 км на одном полном заряде. Логично, что такая дальность поездки подразумевает идеальные параметры использования, то есть вес райдера до 70 кг, отсутствие встречного ветра, температура окружающей среды выше плюс 25 градусов, скорость 15 км в час и ровное дорожное полотно. Таблицу технических характеристик и цену электросамоката на момент съемки видеообзора вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. По итогу хочется отметить, что новые электросамокаты 2020 года от бренда KUGA с завода G-Long приятно удивили. Бренд развивается и предлагает электротранспорт, пытаясь удовлетворить потребительский спрос. А как мы все прекрасно знаем, потребности у всех очень разные. С вами был Роман, эксперт и испытатель электротранспорта. Увидимся в новых выпусках. Подписывайтесь на канал магазина Гироскутер Шоп. Ребята не жалеют технику и дают ее нам на съемки, чтобы вы первыми узнавали новости из мира электротранспорта. Пишите комментарии и ставьте лайки. Впереди еще очень много интересного. Пишите комментарии и ставьте лайки. Пишите комментарии и ставьте лайки.